Всем привет, вы находитесь на канале Компьютерные Радости и с вами как всегда Вадим. Из этого видео вы узнаете как разделить ролик на эпизоде. Давайте определимся для чего нужны эпизоды. Для этого я считаю надо начать всегда с правил YouTube. Итак давайте туда сейчас перейдем. Вот я перешел в правило YouTube, эпизоды, видео. Чтобы зрителям было проще находить нужные фрагменты видео, вы можете разделить его на эпизоды. Каждый эпизод отмечается на временной шкале, а если навести на него указатель мыши появится окно предпросмотра. И тут самое главное, нам необходимо выучить вот эти пункты. На странице сведения о видео в поле описания укажите временные метки и название эпизодов. Первый эпизод должен начинаться с отметки 00.00. Всего в видео можно добавить не менее трех эпизодов. Перечислять их нужно в порядке появления в ролике. Минимальная длина эпизода 10 секунд. Итак, давайте сейчас на примере одного видео покажу правильно как это все делается. Для этого нам необходимо зайти в творческую студию. Как это делается я вам много раз показывал, должны уже знать. Вот я перешел в творческую студию и вот на этом видео как создать статью в Яндекс Дзен я хочу сделать разбивку на эпизоды. Эпизоды называют еще таймкоды, главы и так далее. Давайте сейчас перейдем на это видео. Для этого в левой колонке нажимаем контент. Теперь наводим мышку на видео, где я хочу поставить таймкоды и нажимаем на сведения. У нас открылась вот такая страница и вот здесь вот в описании нам необходимо вставить таймкоды. Для того чтобы вставить таймкоды, вам необходимо просмотреть полностью видео и допустим, я воспользовался блокнотом, что очень удобно и сделал вот такие вот таймкоды, то есть время, название. В списке должно быть как минимум три метки как мы помним и название лучше выбирать по возможности короткие информативные названия, чтобы зрителям было проще понять, что происходит в эпизоде. Вот таким вот образом я назвал эти метки и теперь я просто напросто все это копирую, все я скопировал и теперь под описанием вставляем таймкоды. Вот я добавил таймкоды в описании и теперь нам осталось нажать кнопочку сохранить. После этого нам необходимо перейти на видео и посмотреть как это все выглядит. Как видите на временной шкале воспроизведение отображаются отрезки разной длины. Вот они у меня находятся. Если навести указатель мышки на любой отрезок, появляется окно предпросмотра и на каждом отрезке есть свой заголовок, с помощью которого зритель может с легкостью найти нужный ему момент. Еще один немаловажный факт. Google поощряет использование таймкодов, видео получает дополнительные преференции при ранжировании. То есть это все помогает нам в поиске, это практически можно сказать, что это теги и поэтому когда любой человек будет набирать какие-то поисковые запросы в Google вот из этого списка, то Google может предложить ему, этому человеку ваше видео именно с этого отрезка времени по поисковому запросу. Надеюсь видео кому-то пригодится. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить палец вверх. Всем пока, пока.